В 1000 тонн пшеницы закладывают специальные таблетки фумиганта. Так зерно обеззараживает от вредителей. В этом году специалисты алтайского филиала Центра оценки качества зерна выявили больше 40 случаев заражения сырья. Клещ, хрущак, долгоносик, притворяшка – милые названия существ, способных уничтожить урожай. Газ находится в таблетках и при взаимодействии с кислородом начинается выделяться газ. То есть после выделения газа остается порошок, так называемый оксид алюминия. Поэтому называется газ фосфит алюминия. Газ относится к первому классу опасности. Для его использования нужна лицензия, поэтому обеззаразить зерно самостоятельно аграрии не могут. Но в поисках способа сэкономить недобросовестные сельхозпроизводители пытаются произвести обработку кустарным способом. Так вредители заражают помещения и вагоны, переходят на другие партии зерна, срок годности сырья сокращается, а зерна теряют ценные качества. Это влияет негативно на качество зерна и в дальнейшем на муку, на выпускаемые продукции из этих культур. Вот так скажем. Из гречихи гречка, из пшеницы мука. Когда букашки-таракашки, зерно начинает портиться. Оно имеет затхлый запах, кислый запах. На Барнаульском элеваторе обследуют и обеззараживают каждую партию, идущую на продажу за рубеж. От каждой тонны сырья зависит репутация России как экспортера. Страна уже получила ноту протеста от Белоруссии и Израиля из-за качества зерна. В этом году индекс экспорта меняется. Свои позиции укрепляет Китай. Обеззараживание поставок в Поднебесную в России проводят только от Центра оценки качества зерна. В какие-то месяцы этого сельхозгода мы фиксировали на первых позициях Китай. Обычно это наш соседний Казахстан. И уже на протяжении четырех лет три страны на букву К на первых позициях. Это Казахстан, Китай и Киргизия. Вот Китай фиксировалась на первых позициях. Общий объем экспорта по Сибири увеличился в шесть раз. И драйверами роста стали в этом году горох и сибирский алтайский ячмень. Такого не было никогда. Отправляем туда также пшеницу, отправляем мы жмых и драйверами роста стала также наша алтайская мука, что очень приятно. Я всегда как патриот алтайского края, который любит алтайский край, очень бы хотела, чтобы мы отгружали не сырьем все-таки, а продуктами переработки зерна. По итогам прошлого года алтайский край поставил свою продукцию в 48 стран. Отребования к карантинному фитосанитарному состоянию сырья предъявляют 118 государств. Поэтому важно следить за качеством экспортного зерна. В 2023 году специалисты обработали почти полтора миллиона тонн алтайского зерна. Это на треть больше, чем годом ранее. При этом, по статистике центра, зараженным может быть до четверти от всего заготовленного за год урожая.